на канал экзегет поступил такой вопрос как понять евангельские слова про нечистый дух звучит этот трек следующим образом когда нечистый дух выходит выйдет из человека то ходит по безводным местам ища покоя почему нечистый дух выходит как сделать чтобы он не вернулся ну скажем так что чистый дух работает всегда в одном направлении дело в том что нечистый дух ищет то место где бы он мог максимально реализовать свою нечистоту максимально реализовать свое зло и это место всегда одно это сердце человека именно там нечистый дух чувствует себя собственно говоря в том состоянии в том положении когда как ему кажется он удовлетворяет свою злость удовлетворяет свою нечистоту это касается духовной жизни человека духовная жизнь человека это всегда война война с духами поднебесной война с теми духами которые сопротивляются всяким добрым мыслям всяким добрым чувством эта война с теми духами которые пытаются насадить в человеке уныние тревогу всевозможные страсти всевозможные нечистые желания и человек в таком состоянии будучи одержим нечистым духом теряет покой первый признак воздействия нечистого духа это отсутствие покоя думается как распознать ту или иную мысль как распознать то или иное душевное состояние насколько она от бога или нет бога правильно неправильно реально оно нереальное собственно говоря по тому состоянию сердце по присутствию покой или отсутствие покоя можно судить присутствие или отсутствие нечистого духа когда нечистый дух касается сердца человека то покой нарушается то возникает тревога возникает смущение возникает всевозможные сомнения возникает всевозможные запутанные состояния когда человек не может разобраться насколько он правильно мысль правильно правильно наценивает то ли события которые происходят или то ли иное состояние которые с ним или нет по тому что он испытывает можно сюда судить о причинах господь говорит что дерево признается познается по своим плодам плоды духа святаго мир радость любовь благотерпение и крутость воздержание плоды духа нечистого смущение раздражение немирность всякая нечистота и вот это беспокойство вот это внутреннее такое противоречивое состояние которое человек может испытывать требует духовного врачевания то есть надо постараться сделать так чтобы дух нечистый который коснулся нашего сердца отошел чтобы мы с вами осветили свою душу чтобы мы очистились духовно чтобы с вами освободились от этого насилия вражеского что для этого нужно сделать для этого надо поискать смиренный помысл ухватиться за за смирение как за спасительный канат который может нас вытянуть этой пропасти смущение и сомнения сюда взять ответственность на себя за то что происходит с нами никто не виноват если мне как-то плохо значит виноват в этом состоянии именно я никто меня не обижал это я сам обиделся никто мне не насаждал я сам уязвился тем или иным замечанием и когда мы берем на себя эту ответственность когда мы смиряемся нам становится легче на становится спокойнее потому что смирение всегда сердце наше становится открытым для божьей благодати а божья благодать подобно как свет изгоняет тьму так и свет божьей благодати изгоняет всякую тьму духовную из нашего сердца и нам становится спокойно нам становится мирно так выходит так отходит от нас нечистый дух и сам по себе как сказано в евангелии что нечистый дух он нигде не находит покоя нигде не находит покоя и вот это беспокойство которое он сам себе имеет от своей нечистоты он и пытается внести в сердце человека но божья благодать убеждает все и снова внутри воцаряется мир и снова за смирение за наше открытое сердце наше обращение богу мы приобретаем тот самый покой который нам так необходим особенно в наши последние трудные трудные беспокойные времена внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и вам и у